У нас в одной церкви произошел такой случай, я поделюсь, потому что я знаю этих людей, знаю эту церковь в нашем объединении, я ее периодически посещаю. Жила там одна сестра, член церкви, муж неверующий, трое детей. Пока дети маленькие в собрание ходили, подрастать стали, не стали ходить в собрание. И вот она все время молилась за мужа, особенно за мужа. Господи, спаси моего мужа, останови ему, дай ему покаяние. Ну, в общем-то, молитва нормальная, здравая, и за детей молилась. Но потом незаметно, и все знали по ситуации сестра, она хорошая сестра, богобоязненная, труженца. Но незаметно так как-то пошло, в ее просьбе вдруг появились новые слова, знаете какие? Господи, спаси моего мужа, помилуй нас со слезами. Я даже умереть готов, лишь бы он был спасен. Вот такие слова стали говорить. Молиться так один день, другой, время, когда молитвные собрания. И вот однажды происходит такой случай, несчастный случай. Возвращаясь с собрания, по-моему, в пятницу с вечернего, вот, она возвращалась. А там определенный промежуток, нужно было пройти вдоль железнодорожных путей. Такое расположение молитвного дома. И так получилось, друзья, она идет вдоль путей, очень близко. Навстречу идет состав, и сзади идет. И из-за шума этого состава она тот не услышала. Ее сбивает, и сбивает насмерть. И вы знаете, муж ее в первый раз в жизни пришел на собрание верующих, на похороны своей жены. А братья между собой поговорили и говорят, ну, она была наша член церкви, давай ей помощь окажем. Ну, тысяч пять, такой вот, как на похороны. Выделим небольшую сумму. И одному брату поручили, чтобы это сделать на похоронах. И вот брату уловил момент такой, подходит к этому мужу ее. И так пиджачок отогнул, чтобы достать. А этот муж вперед отгибает свой пиджак и достает тоже пачку денег. И говорит, жена мне говорила, что вы хотите котел в молитвом доме менять. Вот вам 20 тысяч, я хочу, чтобы вы поменяли. Брат не успел достать свою сумму. Вот такой его первый шаг был. Друзья, вскоре он покаялся. Вскоре принял крещение. Он член церкви. Я когда услышал это, думаю, неужели жертвы Христа недостаточно было, что она так молилась. Но я не думаю, что она подразумевала свою жертву, нет. Но все-таки вот это условие она называла. Будь со словом осторожен, не бросай его спеша. В слове весь твой разум сложен, в слове сердца и душа. Мы иногда в пылу гнева можем сказать, чтобы у тебя рука отсохла. Чтобы у тебя язык отсох, чтобы тебе голову оторвало, друзья. Перед кем мы говорим? Мы можем навести на своих ближних проклятия, а можем не спросить у Бога благословения. Открывайте свои желания пред Богом. Если мы хотим Богу сказать какие-то условия, а такое, я еще раз скажу, возможно, и даже нормально, особенно когда мы пред Богу что-то обещаем, как мать Самуила, она тоже обещала, что сын отдам, она это и сделала. Но подходить к этому очень взвешенно. Подписывайтесь на наш канал «Примеры из жизни» и следите за обновлениями, чтобы не пропустить наши новые видео. Мы рады каждому зрителю, ведь вы являетесь нашим вдохновением и мотивацией к созданию новых видео. Мы хотим быть для вас не просто развлечением, но источником вдохновения, ободрения и укрепления в вере на жизненном пути. Спасибо, что вы с нами. Да благословит вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok